Президент России распорядился создать некий орган в Крыму, который будет взыскивать с жителей полуострова кредиты, оформленные ранее в украинских банках. Об этом на заседании самопровозглашенного правительства Крыма заявил Сергей Аксенов. По его словам, создана рабочая группа и так называемый Совмин определит уполномоченный орган для этого. Окупационные власти раньше заявляли о том, что крымчанам все же придется рассчитаться с этими долгами через некий единый центр. Теперь на это есть добро Путина. Удивительно, но без распоряжения из Москвы в Крыму уже взыскивали долги различные структуры. И решать это все именно с точки зрения заключения соглашений, дополнительных кредитным договорам, но с уполномоченным органом, который будет назначен правительством Российской Федерации. Только после этого. А сейчас все заморозит. Уже коллекторы появились, граждан наших пытаются терроризировать разным образом, в том числе через социальные сети, посылают повестки и так далее. То есть ситуация неприемлемая. Так, например, в эфире Государственного российского канала «Первый Крымский» неделю назад руководитель одного из центров по сбору долгов крымчан уверял, что его компания взыскивает кредиты на законных основаниях. Некая АО «Фондовый конверсцентр» выкупила кредиты крымчан в Альфа-банке и Сбербанке. Утверждают договора о уступке, оформленные в полном соответствии с законодательством Украины и законодательством Российской Федерации. То есть документы есть, где украинские банки соглашаются на эту, собственно, процедуру, и вы людям можете эти документы предоставить? Мы предоставляем эти документы всем, кто желает их увидеть. Другое дело, что все-таки оригиналы, их же не 27 тысяч оригиналов, а заемщиков 27 тысяч, ну, указанных банков. О том, что крымчанам придется выплачивать долги украинским банкам на полуострове, очевидно, знали заранее, но ждали решения из Москвы. Например, в так называемом Госсовете Крыма, аргументируя необходимость возврата денег должниками, учитывали интересы российских банков в Украине. Приведу пример. Если вот жесткое решение, допустим, будет принято, что крымчане долги не будут отдавать, да, если построить такую модель, да, спрогнозировать, а что будет, если, да, ну, а вдруг правительство Украины принимает решение о том, чтобы украинцы не отдавали кредиты вот дочкам российских банков. Вот я просто немножко знаю статистику, и объем выданных кредитов в Крыму в 8 раз меньше объем кредитов, выданных российскими банками жителям Украины. В случае асимметричного ответа, опять же, попадут российские банки. Опрошенные нами крымчане считают, что возвращать кредиты нужно. Идею о создании некоего единого республиканского центра по взысканию долгов поддерживают. Если сюда к нам, то это, по-моему, хорошо. Все-таки они будут у нас. Потому что, ну, если люди брали, то, по идее, надо возвращать. Я так считаю. Потому что, ну, как-то ушли, ушли, а тут вот все-таки у нас где-то что-то добавится. В принципе, справедливо. Почему те, которые вкладывали деньги, там, депозиты, там, эти банки, которые закрылись, они получают от государства. А человек, который взял деньги, он же должен все это свои действия как-то отвечать. Любое дело, правильное, может быть, мысль, может быть, не обязательно засядевать этим банкам, которые ушли. Ушли. Нормально, если будет все в разумных этих самых пределах, то почему бы нет? Почему бы нет? Тогда, в принципе, справедливо будет. А мы должны им беречь эти деньги, что ли? Деньги должны работать. Как скоро на полуострове создадут орган, собирающий долги по кредитам. И куда эти деньги пойдут дальше, пока не уточняется. В должниках перед украинскими банками числятся около 350 тысяч крымчан. Их кредитные обязательства, по информации Аксенова, коллекторы выкупают за 20% от суммы, требуя из крымчан выплаты 100% обязательств. И не лишнее будет напомнить о непостоянстве российского гаранта. Например, вот эфир от апреля 2014 года. Оформил в лизинг машину для личного пользования в Приватбанке. Осталось платить до полного погашения два года. Машина оформлена на группу Автоприват в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну катайтесь спокойно. Вот теперь крымчанам станет уже не до смеха. За использование кредитного имущества заплатить, похоже, придется. Признают ли это украинские банки, которые не продали долги крымчан различным структурам? Вопрос скорее риторический. Редактор субтитров А.Семкин